Будут расти и напоминать о подвигах советских солдат. Учащиеся 1-го лицея и станция ЮНАТОВ высадили аллею памяти. Учащиеся 1-го лицея и станция ЮНАТОВ стали участниками краевой акции «Зелёный островок памяти». На торжественном открытии акции присутствовали почётные гости. Председатель Совета ветеранов-пограничников Славянского района Олег Давков и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин. Дорогие ребята, очень приятно для всего нашего поколения, тех, кто защищал нашу Родину, для тех, которые отдали свои жизни, что вы помните об их именах, что вы помните об их подвиге. Ведь не напрасно школа номер один носит почётное имя семи героев Советского Союза. У нас в России только две школы, которые имеют такой статус – семи и восьми героев Советского Союза. И мне приятно то, что вы всегда здесь, на этом уголке, на этой площадке, отдаёте долг памяти тем, кто защищал нас. У акции несколько важных целей. Прежде всего, это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребятам рассказывает о подвигах советских солдат. Учат помнить и чтить историю своей страны. Эта память с конями уходит всё глубже. И шумит на излях зеленее листва. Её время небе никогда не заглушит. Ведь Россия сильна, пока память жива. Ещё одна из задач акции – формирование экологической культуры. Ребята вместе со своими педагогами высадили аллею из елей. Количество высаженных деревцев – семь. В память о каждом герое Советского Союза. Имена которых носит лицей номер один. Благодаря проведённой акции здесь появился своеобразный живой обелиск, посвящённый героям войны. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Вы永 escreтете за R$ 20 мая. Продолжение следует...